Мы сегодня поговорим о шестой серии сериала Матрешка, что же там у нас было интересного, а там нас переносит снова во времени. Мы переходим уже в 94-й год, в разработки у Волохова, его коллег находится главарь питерской ОПГ БАРС. После встречи с Малютином у бандита оказываются очень важные документы, которые могут повлиять на безопасность страны. Юля держит палатку на рынке, однако ей угрожают и требуют сворачивать бизнес. Девушка не собирается отступать и расплата за это приходит немедленно. Ее торговую точку громят, а затем похищают сына. И сыну там что-то вкалывают, ему становится плохо, его таким образом приносят как бы домой, но естественно сами скрываются, сыну хреново, она в панике и пытается свалить, просто куда-то его спрятать. Тем временем внедренного в банду БАРСа агента убивает. Кто же это делает? Big question, друзья мои, большой вопрос. Волохов снова обращается за помощью к Юле. Она должна войти в ближайшее окружение БАРСа. Через старую знакомую Жанну девушке удается устроиться на работу официанткой в ресторан, которым владеет бандит. Позже ей удается договориться с управляющим и она становится администратором заведения. Там ее замечает БАРС. В целом, судя по всему, первое впечатление достаточно позитивное у него сложилось о ней. Но он не захотел какого-то продолжения общения. Возможно, не захотел на нее на данном этапе своей жизни отвлекаться. Кто же такой БАРС? БАРС это, соответственно, бандит, типа еще бизнесмен. Также он служил Афгане в нескольких горячих точках, не только там. И плюс он, ну скажем так, на ЗОЖа, на спорте. Увлекается он тачками дорогими. Но в целом, ну такой, не знаю, не самый классический представитель бандит. То есть, с какими-то своими... Ну, понятное дело, что есть такие классические у него интересы. Это бои без правил, это там, не знаю, оружие какое-нибудь, это тачки, женщины и так далее. Но каких-то прям таких вот явных слабостей в него и не видно. Но, видимо, матрешка должна их отыскать, ну и вывести его на чистую воду, скажем так. Посмотрим, что из этого получится. Я немножечко влюбился в этот сериал, хотя вижу некоторые комментарии, на некоторых из моих площадки. Подписывайтесь на наш другие каналы, другие соцсети, все ссылочки, ребят, есть в описании. Пожалуйста, подпишитесь, поддержите нас там. Некоторые пишут, что, мол, я посмотрел первую серию, и что-то какая-то вот деваха, которая сыграла вот эту главную героиню, она там с целлюлитом, с толстой пятой точкой, она, ну, вот прям совсем нет. Плюс то, как, скажем так, происходило обучение, происходила вербовка в КГБ. Это все очень странно, это все очень неправдоподобно, вот это вот все. Слушайте, ребят, а вы что, знаете, как это все происходило, как это все работало? Ну, напишите в комментариях, если вы знали, ну, с какими-то желательно профи, ну, ладно. И, понятное дело, что кому-то может это не понравиться, то есть там, как, например, выделиться главной героине, но, на самом деле, мне она нравится, вполне себе, очень даже симпатичная девушка. Вот, так что, ну, да, понятное дело, что образ ей уже, ну, почет 30-летней дамы, как будто бы ей больше подходит, чем 19-летняя студенточка, ну, все-таки она постарше, ощутимо постарше. Вот, но тем не менее, я, пожалуй, посмотрю еще и следующую серию. Ну, реально, я что-то прям подвлюбился в этот сериал, да, как-то так. Жду, ребята, ваших мнений в комментариях, обязательно пишите, подписывайтесь на канал, друзьям рассказывайте, лайк, нажимайте, также, пожалуйста, поддержите нас финансово по ссылке в описании, либо оформите спорнскую подписку на наш канал. Огромное спасибо за ваше внимание. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok